Все в кадр не уместимся, столик круглый, как бы вот я так вот покажу, что я как бы тут тоже. А вы все, очки не одеваете больше? Ну, не одеваю, очки больше, просто замучили там и спрашивают, и как бы я там это, и все, что, чего, всем. Да я как-то потом встал несколько, записал, так не было очков, ну просто где-то я все, как говорится, так думаю, ладно, фиг с ним. Кстати, да, вот это разумеется, ну мыть, ну есть нельзя, потому что кожура, а вот это все можно. И тем более, кстати, первые яблоки, которые сейчас стомани, понятно, еще в Тверской, Псковской области, до урожая рано, но зато в Кубань, Тамань, там уже вот персики, нектарины, так сказать, это мыто, это все идеально мыто. Я лично, девушка, съемка мыл сегодня снимал. Нет, нет, я имею в виду, это Кубань. Нектарины, персики. Это с Кубань? Да, да. Я вот маленький попробую. Ну, лучше, вот этот, который побольше, все-таки они... А этот тоже мягкий? Ну, да, ну тогда, да. Ну вот, сам аромат, они, конечно, должны и полежать, по идее, еще, ведь понятно, их незрелыми еще, ну не совсем зрелыми собираются, что... Слушай, а, вот. Вот, кстати, вот эти вот, оп. Тут, кстати. Да, потому что они липнут, ну, как бы, сразу, оп. Да, да, да. Вот. Кстати, смотрел, ну, когда обучен, там, днем салатик ем, включаю, смотрю, интересные ролики, интересные появляются какие-то, ну, по поводу денег, особенно вот такая серия идет сейчас, да, Сергей? И, а там интересные мысли, на самом деле, я тоже кое-что по этому поводу хотел сказать. Значит, было такое у меня много лет назад, когда я планировал, вот, вот прям внезапно пришла возможность купить очень хорошую землю для моего проекта, который был вот такой, знаете, как, ну, такой глобальный, он, вот, вот то, что я, примерно, сейчас в Пушгорах строю. Да, да, конечно, да, только на Селигере, ну, только на Волго-Верховье, там земля дорогая, и как бы у меня тогда именно прям этой нужной суммы, там, тысяч, примерно, там, 250 долларов или около того не хватало, или что-то такое. И я прям думаю, а это же не только для того, чтобы, ну, как бы это сказать, там, лично мне дом или что-то, ну, это, знаете, а именно вот проект, который там и обздравительный центр, и аграрнообучающий центр, это все такое главное. Я прям вот сижу, ну, как сейчас это важно, такой момент можно упустить, все. Прямо звонок через, там, полчаса, и сделка, которая была, так сказать, ну, вот, фактически под нулем уже, возможно, да, она прям, человек сказал, все, да, и по рукам, и все. И вот это постоянно, то есть, вот просто, я уже, вот, жена, она такой обладает способностью, у меня на все, раньше, особенно, ну, там, вообще, всего там боялась, чтобы денег там надо, чтобы было немерено лежало, чтобы, не дай бог, что-то там на черный. Я ей говорю, чем больше тратить, это я говорил еще лет 10 назад, там, вот, я говорю, чем, вот, если они нужны реально, они придут сразу, я говорю, просто сходу, и у меня по жизни всегда так, вот, всегда вообще, то есть, вот, ну, вот, есть, действительно, какая-то задача, не то, что, там, себе купить что-то очередное, что-то, я вообще себе лично, мне ничего не надо практически, я даже одежду много лет не покупал, но, вот, именно, я все время живу, ну, вот, этими, так сказать, задачами, так сказать, своими, вот, этими проектами. А можно на секундочку, я вот перископ бы сейчас включил бы. Да, ну, можно, давайте, давайте. Потому что это, на самом деле. Да, потому что, да, 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 и у меня таких очень много новостей, ну, в жизни таких ситуаций было, даже вот, Наташ, Наташ! Да, в аудитории будет интересно услышать. Да, да, да. Да. Вот, слушай, а ты помнишь, какие были такие вот, я просто очень такой запомнил, ну, из таких сильных моментов, это вот по Селигеру, когда нужна была земля и прям раз, и сделка, и помнишь, таких моментов было очень много, я тебе говорил, и ты не помнишь, какие вот такие значимые какие-то? Ну, да, ну, да, ну, вообще по жизням, просто всегда, но, не знаешь? Ну, я только тоже помню Селигер, когда мы землю, нет, ну, еще знаешь, когда мы землю скупали потом в этом самом, вот здесь в Лучногорском районе, ну, вот это вот Селигер. Мы приехали к Юрию Андреевичу в гости, и он решил поделиться тоже, вот, говорит, трансляции про деньги в последнее время смотрит, и тоже решил рассказать вот свой опыт того, как вложение делаешь, да, ну, расскажите, Юрий Андреевич. Да, ну, добрый день, дорогие друзья, значит, да, действительно, тема интересная, я просто то, что вот рассказывает Сергей в последних перископах, а я смотрю, у меня так бывает время иногда, там, в салате какой-нибудь ем днем, и вот прям раз так, там, по 20 минут смотрю, и тема, я прям вижу себя, то есть вижу то, что еще лет там, ну, наверное, сколько, 10 назад я вот стал не то, чтобы подмечать, до этого я думал случайности, а вот когда я выявил некую закономерность, это было лет 10 назад, тогда у меня, ну, вы, наверное, кто смотрит меня, знаете, у меня вот сейчас хозяйство, там, я основатель лекопоселения в Тверской области, в Пушкинских горах у меня строятся эко-отели, и на базе него будет здравница, будет обучающий центр аграрный, вот, развивающийся. Я нечто подобное хотел построить еще лет 10 назад на Селигере, вернее, озеро Стерж, это первая система верхних Волжских озер, вот, куда впадает Волга сама от истока первая, и я там, и был у меня случай, что мне прям надо было, землю был очень хорошей, вариант, но нужно было срочно оплачивать, а до этого такой свободной суммы там не хватало, ну, много, тысяч там, по 250 долларов не было, ну, вот, прям, чтобы вынь да положь, а это уплывет, как говорится. И тут я думаю, ох, ведь какие планы, как вот было бы здорово, как жаль потерять эту возможность, причем я именно видел образ будущего, как все это будет, как вот люди будут, то есть, вот, не лично там себе что-то, там, очередную какую-нибудь машину, что вот проект, я все время живу какими-то глобальными проектами. И вот, вы знаете, через полчаса звонок и клиент, который, вот, одна сделка, у меня тогда были очень серьезные сделки по аквариумистике, аквариумы у меня были очень дорогие, там, которые стоимость была, ну, рекордная, там, ну, 150 тысяч евро, например, аквариум. Вот, и у меня звонок, и клиент готов. А он, я уже все, отказался, то есть, ну, вот, просто он отказался. И тут звонит. Слушайте, сколько я таких моментов подмечал? Ну, просто массово. Вот, под Москвой, вот, жена мне сейчас сказала, я говорю, Наталья, какие еще были такие с крупных значимых? Она говорит, ну, вот, то же самое с землей было здесь, в Подмосковье. И мы под Зеленоградом, а у меня тут километров еще по пятницам уже 12-15 от нас, и там в лесах такой тоже был полтора гектара. И вот мы, значит, взяли под один проект тоже, вот, прямо по такому же принципу. И вот, у меня все время жена боялась, раньше она из тех женщин, у которых, чтобы все время была огромная какая-нибудь заначка, чтобы там, значит, последние деньги на проекты не тратить. Я все время, я говорю, такими, а она более приземленно живет, вот так вот, чтобы сейчас и завтра. Я вот постоянно, я говорю, так, я тебе уже в сотый раз сказал, в двухсотый, в трехсотый раз, ты убедилась, что и сейчас, вот, по надобности деньги приходят. Вот нужны, вот, полчаса, час, вот, моментально. Она говорит, да, так, проходит день, опять начинает там что-то. Я говорю, так, ну, ты только что, вот, ты убедилась в сотый, в двухсотый? Да, все равно, вот, он теперь уже прошло лет 15, как она такие вещи начала говорить, ну, и уже такого просто нет, потому что она видит, вот, просто, вот, сейчас, вот, ну, там, уезжаем, мы, вот, буквально на днях, там, ну, в Белоруссию по делам, и еще отдохнуть заодно, там, к знакомым по делам, на ферму Голубики, уникальное био, расскажу потом. Вот, вот, и думаю, ну, там, вроде, жалко, думаю, лишние траты, там, сям, считаю, там, ну, так вот, раз, вот, клиент просто утром, я консультацию провел, он приехал, планировал на 40 тысяч взять, я подхожу, мы разговариваемся, взял на 80, там, продуктов, там, и прочих, прочих. Вот, это каждый день, это каждый день, то есть, вот, четко по надобностям, особенно я хочу подметить, если это какая-то задача, ну, как бы это сказать, вот, есть цель на какой-то проект, и что от него отходит, это разные могут быть ситуации. Ну, вот, когда какая-то задача глобальная, и задача, знаете, такая направленная, ну, не лично, вот, для себя, и для удовлетворения, просто своих каких-то, там, желаний, мало ли, какие желания могут быть, а именно, вот, когда она направлена на какое-то развитие нации, общества, ну, на что-то хорошее, вот, на обучение, на какое-то, так сказать, оздоровление, я вот вижу это постоянно, просто постоянно. То есть, да, если делаешь что-то для, вот, мира, то это, прям, вообще отдельная история. Даже если, вот, ну, такой пример, даже если мероприятие проводишь, и оно действительно полезное, то в этот день даже, вот, погода нормальная становится. Ну, да, я, кстати, да, не записывал, жаль, а я, вот, много раз порывался, и потом все забываешь, вот, прям, я вижу, это, это не дело случая, когда случай один-два раза, ну, это просто тенденция конкретная. То есть, просто, вот, я это постоянно вижу, да, это вот так, это правда, я, прям, подтверждаю, и я это, вот, как 10 лет назад уже в систему, ну, вот, просто, я, вот, каждый день вижу это подтверждение, буквально, ну, почти каждый день. Друзья, Юрий Андреевич очень крупный бизнесмен, и не буду сейчас перечислять все, чем он занимается, потому что это мы очень много времени потратим. 20 видов бизнеса. Могу вам просто сказать, вы, если какие-то вопросы есть именно по бизнесу, только, ребят, давайте не по сыроедению, не по питанию, а вот именно по бизнесу, задавайте, потому что мы с Юрием Андреевичем еще пока ни разу таких трансляций не делали. Не зря, кстати. Не зря, ну, сделаем, сделаем, конечно. Да, я хочу сказать такое, не для выпендривания, давно, кстати, я перешел ту фазу, ну, индивидуального развития, когда у меня, знаете, гордыня возобла, что вот я такой крутой, деньги, так мне сейчас даже это как-то, ну, вот, я не знаю, там, если все перечислять, действительно, у меня, ну, много чего есть, я добился, все своим трудом, да, по 20 часов работал в сутки, сколько, как себя помню, с конца 80-х я только тружусь, и я скажу так, у меня там и дома, и машины, и, так сказать, много чего есть, но я вам скажу такую вещь, и честно, вот, как перед своей совестью, что все, чего я в жизни, вот, я ставил себе задачу и цель, я добивался всегда всего на 100%, всегда всего, не было ни разу, чтобы этого не было, когда я поставил цель и задачу, и потом шел к ней четко и, так сказать, планомерно. Вот хороший вопрос тоже от коллеги нашего, Александра, как Юрий Андреевич умудряется столько вести проектов, вот, кстати, вопрос... Это все, да, это мне, вот все, вот с кем более-менее начинаем разговаривать. Все родственники, все там знакомы, говорят, это вообще, это, это, говорит, просто непонятно. Вы знаете, ну, вот, это я себя, это как старая школа, это я себя приучил, просто приучил к труду, к не терять секунды, это как Ломоносов говорил, тоже цитирую одного известного, философа, так сказать, да, не теряй времени, мига. И вот примерно так, и глубокая аналитика, стараться не повторять ошибки, то есть трудиться, ну, и как-то распределять разумные роли. Хотя я очень на себя много сейчас беру, я вот еще бы больше мог успеть, если бы такие были бы хороших, нашел бы, ну, как это, неправильно сказать, менеджеров, я не люблю это слово. Управленцев. Управленцев, да, которые определяют... Но сейчас постепенно я некоторые проекты так разруливаю, что смогу больше полномочий положить на них, ведь мне многие пишут до сих пор, вот, книги мои, я знаете, как жалею, что я не написал в свое время книгу, она была бы бестселлером в мире именно по аквариумистике, например, по пресноводным скатам. Я же был, это еще мало кто знает, один из самых крупных в мире разводчиков пресноводных скатов, я разводил их тысячами. У меня были виды, которые я первый в мире развил, вот, я животной средой занимаюсь вот с 80-х годов, и я по воде знаю, ну, почти все. И вот, понимаете, вот эта книга, я очень жалею. Сейчас по сыроедению ту, которая меня сколько уже лет, я планирую, и вот, ну, вот сейчас надеюсь, что возьму себя в руки, чуть время освобожу, и вот обязательно напишу еще вот эту книгу. Так что есть еще планы, разные планы. Вот второй канал открыть на Ютубе не по здоровью уже, и там это строительство аграрного земледелия, а по, знаете, по... Меня очень волнует тема, что в обществе, как вот, многие же люди в интернет ушли, а там молодежь смотрит, а что там сейчас, там столько пошлости, разврата, и то, что может нашу молодежь, а мне это не безразлично, увести и в сторону, и в пропасть. Я хочу такой некий под рабочим названием «О нравственности, о справедливости сделать канал». Мне сейчас вызвалось очень много даже помощников, кто вот в интернет пишет, давайте поможем, и Ютуб, я программист, там это, я говорю, благодарю, вот давайте сейчас общими усилиями. И вот уже даже было пробный этот, о Юлии Печерской, которой я... Еду как-то в Карелии, ну, с женой моей месяца полтора назад, и по радио, даже по радио, об этой стали говорить. Я как послушал, о чем там она вещает и учит девушек, у меня прям все загорело, я думаю, приеду, запишу. Приехал, записал, ну, опубликовал, у меня это в блоге есть, ну, в общем, это будет вот одна из тем, одна из тем, только лишь одна из, которые вот на этом новом канале будет. То есть, вот тоже такое дело. Ну, это какое дело? Ну, общественное такое, общественное, я считаю. Хороший вот вопрос сейчас был. Были проекты, ну, наверняка были, которые не выстрелили? Вы знаете, может быть, только те, вот честно говорю, которые я... Да, только, ну, только те, которые я в голове держу в стадии, знаете, как обдумывания в стадии того, что я понимаю, что это реально, но я просто руки не дошли до его воплощения. То, что я начал воплощать, все получалось, абсолютно все. Вот за все, там, 20-30 лет последних. За все 30 лет. Ну, это, видимо, очень взвешенные решения были. Я вот даже думаю, вот, ну, у меня начиналось все вообще там, были времена тяжелые, 80-е годы, понятно, когда там все это началось, кооперация и прочее. Вплоть до, вот, поливизаторов там продавали, ну, вот этих, которые растения. А просто тогда это выбрасывали, как говорят, их в книжные магазины. Это вот кто, молодежь еще не знает, в книжные магазины, которые, по идее, надо продавать в садовых или бельевых отделах. Ну, вот это было там. И потом это на птичий рынок, там потом началась кооперация, губная помада, все там до сахара. А потом уже пошло, вот, диски, компьютерные диски, это уже 96-й год, 7-й, то есть, аудио, а потом уже компьютерные. И я вот в этом бизнесе дошел до производства их даже. То есть, печатали тиражи и, так сказать, вот это было у меня, что только не было. Вот аквариумистика потом серьезно пошла, прудовые дела, поливочные, подземные поливочные системы автоматически, оборудование для прудов, которое даже я сам разрабатывал, а не только немецкие, ну, только помпы использовали, а фильтры мы делали сами, даже бетонные конструкции инженерные, я это сам высчитывал. Люди были просто в шоке, какая вода была в пруду, хоть там и рыба, и купайся, она кристальная, хоть пить можно и без инфекции. Система очистки воды в домах, вот в коттеджах, так сказать, ну, я не знаю, перечислять можно бесконечно, вот много всего такого было. Вот такой вопрос, напоследок. У нас сейчас работает агентство Green Marketing, и в рамках этого агентства мы открыли бизнес-школу для предпринимателей, которые планируют развивать именно этичный бизнес. Вот какие, какую рекомендацию вы могли бы дать тем людям, которые начинают сейчас свой бизнес? Ну, в основном у нас сейчас пока идет это инфобизнес, то есть это тренеры различные, ведущие мастер-классов, то есть это сейчас пока в основном информационная составляющая, но потом будут подключаться и люди, которые какой-то конкретный офлайновый бизнес, производство, да. Вот что бы вы могли порекомендовать начинающим предпринимателям? Ну, вот именно в плане инфобизнеса, да, если кто-то ведет какие-то проекты? В плане вот любого проекта, да. Ну, если это будет связано с какими-то составляющими продукты, питание, косметикой или что-то такое, где производства какие-то есть, то я рекомендую сначала изучить, во-первых, надо понять, что человеку по душе, определить несколько направлений обязательно, что может быть по душе для конкретного человека, изучить этот рынок, посмотреть именно в этичной стороне, то есть биоэко, там, продукты из деревни, ну, из деревни или органические, или вот смотря чем, какие-то лавки или вот кафе, посмотреть, какие есть их опыт, посетить, если есть такая возможность, поговорить с теми или менеджерами, или директорами, если такая возможность есть, как идет дело, как они пришли к этому, какие были сложности, то есть максимально все изучить, взвесить, получится ли у вас, не влезать, стараться в кредиты, стараться заработать. Я, кстати, никогда в жизни ни копейки не брал вот в долг, именно вот, чтобы вот в долг ни у кого никогда не брал, то есть все виды, в чем у меня было, когда под ноль, ну, было, вот я дисками начал, и вот в 98-м у нас произошла там кража, со взломом ночью магазин, все там под ноль просто, и я опять начал с нуля, и все вот это, то есть вот много чего в жизни было разного, но я никогда не брал ни у родителей, ни у банков, ни у кого, вот, и я скажу, все это возможно, просто надо понять, взвесить, что ты можешь, верить в себя, понять, что ты на правильном пути, целестремленный идти к этому, ну, а если как-то вы конкретизируете вопросы, просто вот я более подробно отвечу, просто тут общие фразы, а вообще я могу конкретно посоветовать что-то. Это мы подготовим отдельный прям целый вебинар, сделаем, да, на эту тему, вот, а сейчас, друзья, будем пить чай, да, с уникальным совершенно шоколадом, я вот покажу, чем Юрий Андреевич угощает. Ну, плитки нету, они обычно в полкило такие плитки, просто здесь не стоит, да, это шоколад, так называемый молочный, разумеется, без молока, ну, аналогов которому... Ну, вот он по вкусу, вот этот шоколад по вкусу, как линт, но только он сыроедный, без молока, ну, то есть просто... Без сахара, ну, там... Да, так что сейчас вот это всё мы будем есть. Юрий Андреевич, благодарю вас, вам, друзья, спасибо за внимание, и до завтра, всем пока. Вот прям... 200 человек, прям в эфире. Вот если, например, сделать так, что вот есть, вот я ничему никогда не готов, и тут не надо, потому что у меня идеи рождаются моментально, у меня несколько тысяч было идей, которые многие воплотили, и вот они рождаются, порой сидишь с другом там, и вот мы обсуждали по развитию, например, картош, ну, и к поселению, и он говорит, а вот что, и мы сразу там набросали 20, причём это реальные, которые я когда-то думал, но забыл, просто вот сразу раз опять в ум пришло, и действительно, это же можно... Как сделать? Вот если люди задают, пишут, например, конкретно, вот я хочу заняться таким-то бизнесом, у меня там такие-то возможности, или я там живу так, я сразу прям чек-чек-чек задаю наводящие вопросы, и говорю, я бы как стал делать. Вот всё, это значит, что почти точно, что получится. Ну, если я это прочувствую, или я скажу, я сомневаюсь, или я скажу, вот это я пока не в курсе, поэтому не могу сказать, но если я вот прямо у меня щёлк, я знаю, что это будет 100%. Шоколад помню вообще просто. Да? Ну вот, вы знаете, какой он урок? Я, дайте самое вот скажу, то, что просто вот о чём, о шоколаде, что можно самое вот сказать. Значит, вот эти вот 9-го у меня все там пробовали, в том числе продавцы, кто продаёт в том числе строительный шоколад производит. А 10-го стали приходить так, ну, смутся, ну, смотрю, вот эти девочки все, ну, дайте шоколад, вот этот новый же вот проект, ну, какой там, то есть, сами хотим попить чай, чаёк пойти, я говорю, ну, я всё понимаю. А было так, берут 5 пачек, вот прямо минут через 20 приходит, ещё 5 берут. Кафе Сок, ну, мне менеджер, ну, Ольга, а там была не Ольга, другая, Катя, а Ольга была, Катя сейчас приехала. Вот, она говорит, 5 человек уже утром пришло, после вот нашей 25-го числа выставки, говорит, значит, это, шоколад уфрау, и сейчас они, ну, естественно, заказали, потому что там, правда, хозяин такой, он такой, всё лишнее ничего не возьмёт, ничего, я ему говорю, у них там коридор длинный, вот этот, да, я говорю, вдоль коридора слева, он не работает, вот так, 30 сантиметров шириной, поставьте шкафчики с подсветкой, ё-моё, 100 видов продуктов можно продать, каких-то товаров, вы, это упущенные, вот я говорю, сразу сходу, ну, они вот решили, говорят, потому что они просто попробовали сами, шоколад, и говорят, ну, всё, тут это уже всё, это мы не упустим, вот, и как бы, то, что сейчас творится с этим, покупают, друзьям посылают подарки, как там, один мне говорит, вот мой партнёр, я, кстати, про это по капсулу покажу сейчас, он говорит, я в Японию друзьям всем раздаю, он там приезжает, постоянно берёт, ну, это, ну, это то, что получилось сделать, я считаю, прям, я горжусь прям вот этим, потому что это, действительно, так сказать, энергетически, какая у него ценность? В калориях, что ли? Это счёт неправильный, его не надо считать, живой продукт, он не подвержит, вот, это теоретическое счёто по сгоревшим, так сказать, там, дровам, джоулим, да, да, это неправильный счёт, но там есть ещё нюансы, ну, вот, это, если будут вопросы, я могу всё это вот прям вот досконально, но это мы с вами отдельно снимем, сейчас нам уже надо ехать, ну, а я ещё хочу у вас, я не пробую, я прям брать сейчас буду. причём, кстати, возьмите просто откусить помидоры, вот эти, я сейчас возьму мешочек домой, там, без проблем, мы вот сейчас пойдём, как раз туда, пойдёмте, пойдём, всё, да, до встречи, всё, пока-пока, всем пока.